Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас уже вторник, 9 января 2024 года. Новости у нас будут такие. Денег хватает. Треть жителей Латвии удовлетворены своим финансовым положением. В Латвии 35% жителей удовлетворены своим нынешним финансовым положением. Учитывая доходы и обязательства, сообщили агентству ЛЕТА представители одного из латвийских банков, ссылаясь на данные исследования индекс финансовой безопасности. В то же время в Эстонии почти 40% населения указали, что удовлетворены или даже очень удовлетворены своим нынешним финансовым положением. А в Литве, согласно данным опроса, 32% удовлетворены меньше всего. Однако и в Латвии, и в Эстонии 39% и 38% соответственно чаще всего не удовлетворены своим текущим финансовым положением. В Литве доля недовольных немного ниже, 35%. 62% жителей Латвии заявили, что их материальное положение за год не изменилось или даже улучшилось. А третьи респондентов отметили, что их материальное положение ухудшилось. В Эстонии 45% респондентов заявили, что их положение ухудшилось. В Литве, несмотря на самый низкий процент людей, удовлетворенных своим материальным положением, в целом больше людей, способных покупать предметы первой необходимости, еду и одежду, а также откладывать деньги на сбережение 83%. Эстония, однако, имеет самый низкий показатель, 73%, что также соответствует тому факту, что здесь больше людей, которые говорят, что их финансовое положение ухудшилось за год. В Латвии 75% респондентов заявили, что в состоянии купить самое необходимое для повседневной жизни – еду и одежду, и что у них также остаются деньги на сбережение. Друзья, позвольте, я еще повторю. Все, спасибо вам. Повторяю. В Латвии, вы не ошиблись и не ослышались, и я не ошибся. В Латвии, повторяю, 75% респондентов заявили, что в состоянии купить самое необходимое для повседневной жизни – еду и одежду, и что у них также остаются деньги на сбережение. 75% заявили. Однако, 41% респондентов заявили, что их доходов не хватает на более крупные покупки, такие как бытовая техника, на которую придется копить или брать кредит или лизинг. Треть опрошенных заявили, что могут совершить более крупную покупку в любой момент. В любой момент могут купить. Но не могут позволить себе действительно крупные траты, например, квартил. Только 2% сказали, что могут позволить себе все. 2% сказали, что могут все позволить. Это у нас в Латвии, повторяю. Далее, Дайнис Гашпутис, экономист банка, объясняет, что самой большой проблемой для людей последние 2 года была беспрецедентно высокая инфляция, которая значительно снизила их покупательную способность. Цены резко выросли в двух наиболее важных группах расходов. Это жилье и продукты питания, что особенно сильно ударило по людям с низкими доходами. Это также объясняет высокий уровень недовольства, который относительно одинаков во всех странах Балтии. Относительно, повторяю, одинаково. Исследование населения стран Балтии было проведено Нордстат в ноябре 2023 года. В прошлом году, буквально недавно. Месяц назад. 2023 года по заказу СЭП-банка. Исследование было проведено Нордстат в феврале 2007 года. В нем приняли участие 3004 респондента в возрасте. От 18 до 74 лет. Друзья, вот по поводу вот этой новости, что я вам сейчас предложил. Пожалуйста, пишите комментарии. Я не буду здесь комментировать. Потому что постоянные подписчики, да и зрители, зрители, большая просьба. Подпишитесь на наш канал. Ну, по желанию, конечно. Но просьба. Потому что я сейчас немножко добавлю. Еще вам расскажу одну новую. Но пока чуть-чуть вот эту вот добавлю. Да. Потому что я смотрю статистику, друзья. И у нас статистика такова. Что без подписки смотрят больше, чем с подпиской. Но вы же смотрите все равно. Значит, вам интересно? Не принуждай никого, друзья. Это я сам от себя, вы знаете, я человек прямой. Но, ну, некоторые там скажут, Сергей, так а что же вы это не говорите? Да что? Друзья, я и так уже много говорю. Комментирую, конечно же, много. Без проблем, друзья, пожалуйста. Смотрите. Ну, неужели так трудно подписаться? Да. Напишите. Вот я не буду комментировать. Не буду. Потому что вы заслышали, какие проценты. Вот верить вам или не верить, это ваше уже. Вы решаете. Ну, ваше дело, ваше право. Почитаем. Потому что я тут начну, друзья, очень надолго. И, да, повторяюсь, вы меня знаете. Астапа понесет. Кто недавно зашел, только что открыл канал, пожалуйста. Не нравится. Еще раз повторяю. Читал вчера комментарий. Милости прошу на другие сайты. Откуда я это все беру? Естественно, из латвийских официальных новостей. Что-то там чего-то переживает. Кто-то там за меня. Кто-то меня грозился на меня наслать службы государственной безопасности. Господи, друзья, я дальше не буду продолжать. Не буду. Я уже здесь третий год. На нашем канале, вот на нашем канале, на своем канале. Мы же им в Латвии канал называется. Никто не запрещает никому читать, зачитывать. Да, друзья, опять появляются такие люди. Грозят. Грозятся чего-то, грозятся. Я таким людям не отвечаю. Но если они меня начинают уже обзывать, я их в баню. Вы знаете. Потому что они меня провоцируют. Это чистая провокация. Они мне хотят спровоцировать. Друзья, я не хотел говорить. Но вчера до того достали меня. Я не жалуюсь и не оправдуюсь, друзья. Ну, было дело, было дело. Да, по первости, когда начиналось там. Ну, опять начинается. Но это новенькие, друзья. Залетные провокаторы. Они меня обзывают провокатором. Вы представляете? Кого я тут провоцировал, друзья? Я просто зачитал и свое мнение рассказал. Я всегда призываю. Всем желаю здоровья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Где вы увидели здесь у меня провокацию? Провокаторы. Это вы провокаторочки. И действительно провоцируете. Но я не поддаюсь и никогда не поддаемся. Так что не надейтесь, друзья. Я с вами не буду контактировать и отвечать на ваши комментарии. Не буду. Это тем провокатором. Обзываются сразу же, сразу в баню. Сразу же, друзья. И кто-то меня куда-то отправляет. Ну, приходится повторяться, друзья. Вот проснулся сегодня, да. Ну, потому что вчера устал просто удалять их. Устал. Опять навалились на меня. Это провокаторы, друзья. Чистые провокаторы. Я вот-вот выбрал первые новости попавшиеся. Говорю всегда, откуда я это все беру. Ну, все. На этом точку ставлю. Пишите комментарии, друзья. Что вы думаете по поводу новости. А по поводу этих... Ну, чтобы они увидели, услышали, друзья. Я больше чем уверен, они это видят и слышат. Да. Повторяю еще раз. Я на ваши провокации отвечать не собираюсь. И никогда и не собирался. Все. Раньше, по первости, ну, когда начинал. Как-то еще, знаете, машинально, друзья. Машинально. Я как-то по инерции думаю, ну, надо же ответить. Вот как письмо приходит. Или нажимает почту, знаете, как-то. Ну, а тут, господи, ну, зачем я, как говорится, ведусь. Вот раньше повелся один раз. Ну, конечно же, да. Понимаете. Кто давно нас смотрит, вы понимаете. Что было и что потом стало. Ну, понимаете. Не, не, друзья. Мы живем в свободном, демократическом государстве. А решать уже вам. То, что я сейчас сказал. Конечно же, друзья. Свобода слова. Конституцию. Почитайте, пожалуйста. Я там одному написал, который сильно переживает. Но он меня не провоцировал. Он просто мне написал, что А вот под белорученьки тебя. Ты не боишься, что тебя под белорученьки. За что? Ты хоть подумал своей головой? А? Я официально называю тебе вам. Вам. Вот таким вот провокатором. Да. Откуда я беру эти новости? Или вы уже своих новостей боитесь? Все, друзья. Перехожу теперь к этим новостям про погоду, друзья. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, кто нас смотрит постоянно. Вчера вы, наверное, заметили. Ну, кто смотрит. Да. Постоянно повторяю. Подписчики. В первую очередь, благодарность вам огромнейшая. Прямо от всего сердца, друзья. Всем. И зрителям, естественно. Только здоровья и мира, друзья, желаю. Благополучие, естественно. Благополучие. Для чего я этот канал открыл-то? Вот этим все не могу успокоиться. Сам же сказал и сам. Ну, сам собой рассказывает. Сказки я рассказываю. Да. Это для отдельных провокаторов. Про погоду. Вчера завели машину. Да. Ну, такая ужас. Да. Спасибо большое за подсказки. То, что вы подсказывали, советовали. Что нужно сделать. Почему у нас не заводится. Друзья. Ну, там столько было. Голова вот такая. Сразу как-то растеряешься. Хоть мне уже лет-то много. А все равно хрен его знает. Мы привыкли отгонять машину в сервис. Ну, что я на таком морозе буду что-то искать, друзья. А вот вчера вот хлопнуло по башке как-то мне. Ой. Надо пойти проверить это. Пойдем, Наташа, проверим. Это сейчас про погоду. Про погоду. Вот теперь, друзья. Вот теперь. Все. Пошла в нас. Утром встал я в шестом часу. Проснулся. Ой. Пойду за виду. Завел внизу с полоборота. Минус один был. А вот сейчас на рассвете. В районе двух, трех. Вот так вот прыгает. То под три, два и восемь. Ну, три градуса мороза. То к двум вот так вот. Ну, будет тепло. Плюс два будет. Точно плюс три. Вот как раз. Во вторник, сегодня, повторяю, 9 января, температура воздуха будет около нуля градусов. Около нуля. Это по всей Латвии. Во вторник, во вторник, сегодня же днем, температура воздуха в Латвии составит минус два, плюс три. По всей, повторяю. Это кажется, что она маленькая. На карте посмотришь. Все равно. Разница большая. По температурным режимам. Да. В разных регионах. От минус двух до плюс трех градусов. Прогнозируют синоптики. Пишет Лето. Для непонятливых, откуда я беру. Нет. Я вышел вот так вот. Из пальца так. И взял новости. Ну, такие чудаки. Я не хочу обзываться, друзья, зачем. Хотя можно было бы. Но повторяю. Провокатором отдельным. Это чтоб не забыли. Придется, друзья, еще несколько раз напомнить им. Чтоб они мне не назойли. Они провоцируют других. Из других стран тоже. Не надо, друзья. Не провоцируйте, пожалуйста. Вы меня подводите. Не надо. Не надо никого не обзывать. Не надо никого ни к чему призывать. Не надо никому ничего желать. И стране нашей, пожалуйста, отвяжитесь. Не надо, пожалуйста. Если вы не уважаете нашу страну, в которой мы живем. Я повторяю наш канал. Мы живем в Латвии. Пожалуйста, если вы подписаны, отпишитесь тогда. А если вы зрители наши постоянные, не смотрите. Не надо. Вы провоцируете наших жителей и наших подписчиков. И всех людей, понимаете? Не надо. Я тут не жалюсь и не жалуюсь. Не надо. Я предупреждаю просто. Не надо. Еще будут такие высказывания какие-то там. Вот вам так и надо. Да вот это. Ну, друзья, вы понимаете? Я же, видите, я же вам ничего плохого не желаю. Я вам желаю только хорошего. Все, друзья. Ни одну страну я никогда не обзывал. А вы начинаете. Действительно. Не надо, друзья. Пока я вас прошу. Давно уже этого не просил. Но смотрю, начинает опять. Потому что, я повторяю, подписчиков становится очень много. Очень много подписчиков становится. Это очень хорошо, конечно, для нас. Большое спасибо вам. Но мое мнение такое, предчувствие, что это залетный. Это залетные залетают на комментарии и напакостят, напакостят. Извините за изображение. Насерут, насерут. Нагадят. Понамажут, понаразмажут в боне всякой. В открытую, так и говорю. И уходят к другим пакостям. У них это что? Это вслась в крови. Это что? Как они вообще называются? Этот человек пожилой, друзья, уже. Ну, в годах пожилой. Пожилой. Я сейчас не считаю пожилым, конечно. Могу еще с молодыми потягаться. Вот, друзья. Не надо. Никогда никого и ни к чему не призывал. Это раз. Пожалуйста. И вы. Не надо призывать ни к чему. И не надо желать ничего плохого. Если хотите написать комментарий, я всегда прошу. Пишите. Но я как говорю? Нормальные комментарии, друзья. Хорошие комментарии. Но плохие комментарии и каких-то гадостей всяких. Я не потерплю этого. И не буду терпеть. Да, конечно, я все комментарии не смогу. Не могу просмотреть сразу. Не могу. Не в состоянии, не в силах. Раньше, когда было тысяча подписчиков, 2, 3, 5, до 10 тысяч, мог легко прочитать. Сейчас нет. Не могу, друзья. Так что подсказывайте мне. Помогайте, если... Ну, по возможности. Я уже просил как-то вас уже, друзья. Постоянных, особенно, подписчиков. Не надо нагнетать обстановку. Не надо. Я новости читаю официально. Своё мнение. Да, мнение, пожалуйста. Но желать чего-то плохого, какой-то там нельзя. Не надо, друзья. Зачем вы этим занимаетесь? Я не потерплю. Ещё раз повторяю. Ещё раз говорю. Вы подставляете сами себя и так же самое меня. Нас. Наш канал. Ну, вам это вслась. Ещё раз повторяю. Некоторым. Но я ещё раз повторяю. Я буду вас отправлять в баню. Которые вот эти гадости. Залетают сюда залётчики. Пролётчики. На пакостях. Приходится, друзья. Спасибо большое, конечно. Да, вы мне говорите, Сергей, не обращайте на таких внимания. Да как же. Друзья. Вы думаете, это так легко и просто? Вы думаете, нас ничего, никто не смотрит? Вот это, конечно, друзья. Всё. Давайте пока закрываем эту тему. Ещё разок, наверное, пару раз придётся напомнить. Потому что налетели вороны. Вот такие вот стервятники. Я называю таких вот. Налетают провокаторы. Вот эти стервятники. И начинают меня провоцировать. Вас. Не обращайте тоже, друзья, на таких внимания. Не отвечайте таким. Пожалуйста. Большая просьба. Никогда так долго не просил. Ну, вчера и позавчера. Вчера. Я читал. Даже сегодня. Одному ответил. Я ему вежливо ответил. Сказал. Ну, мне показалось, что он нормальный здравомыслящий человек. Просто он боится за меня что-то, почему-то. Это новички. Да. Новенькие, друзья. Давно так не беседовал с вами. Да. И ещё раз повторяю. Третий год уже здесь. Я вам ответил. Особенно тому человеку. Поймите правильно. Местами возможны небольшие осадки. Сегодня про погоду. В западных и центральных регионах местами появится солнце. Наиболее солнечно ожидается на побережье. Дороги во многих местах будут скользкими. Вот почему, друзья. Желательно бы вот про погоду говорить. Напоминать вам. И всегда. Я всегда напоминаю. И всегда предупреждаю. Почти всегда стараюсь. Ну, по возможности, конечно. Если новость большая, я не могу вставить сюда про погоду. Да. Водитель. Я сам являюсь водителем. С огромнейшей стажем. Да. Хоть и легковой машины, но никогда на грузовой не... Вот. Ну, и желаю, конечно. Я всегда предупреждаю. В основном стараюсь дальнобойщикам и так далее. Предупреждаю. Это же касается. Ну, если я не назвал, что профессию дальнобойщика. Ну, это же касается всех водителей, друзья. Дороги во многих местах будут скользкими. Сегодня. Повторяю. Потому что все промерзло. Морозы стояли-то. Больше три царика. У нас в среднем здесь 28-25 было. Все. Земля промерзла. А снега-то хрен да ни хрена. Несколько дней вообще без снега не было. Голая земля была. Да, вот, друзья, вот такой человек. Я так преподношу новости. Может быть, кому-то и кажется, что... Ой, какой... Ой, какой... Да вот так вот я... У меня разговор такой. Я всю жизнь отработал сварщиком. В шумных цехах. Может быть, ты привык всегда громко разговаривать. Не могу отвыкнуть, друзья. Не могу никак. И никак меня не заставить. Ну, сам себя не могу заставить. Как я могу шепотом говорить? Не могу. Не оправдываюсь. Кто постоянно это знает меня? Привет вам большой. Всем странам, друзья. Всем. Западный ветер... Вот как новости мы... Да, говорит, ты растягиваешь, Серега. Ты растягиваешь много всего. Ну, не смотрите, господи. Западный ветер немного усилится. Ожидается порывы до 9-14 метров в секунду. В Риге существенных осадков не ожидается. Рижани. Тоже всем отдельный привет. В Риге, повторяю, существенных осадков не ожидается. Еще утро, друзья. Еще 8.38. Вот только недавно Наталью отвез. Сквозь тучи может выглянуть солнце в Риге. При умеренном западном ветре температура воздуха достигнет плюс 1 градуса. Так что расслабьтесь. Все жители Латвии пока расслабьтесь. Нас слышим, нас смотрим. Может, даже сегодня выпуск сделаю какой-то новостной. Про то, что мучились люди. И мы не подготовлены. И не готовы мы к таким морозам. Но это отдельно будет. Погода определяется северо-восточным краем антициклона. Вот, друзья, заканчиваю. За ваше здоровье. У горла наше. Спасибо большое, что вы дослушали меня, друзья. Но то, что я вам изложил выше, сказал, да. Пожалуйста, обратите на это внимание. Большая просьба. И про эту новость. Новость, что денег хватает. Я говорил, я не буду комментировать. Я и так вам прокомментировал. Я специально хотел большую такую ставочку. Свою комментарий по поводу вот этих вот залетных воронов. Черных воронов. Да, такое. Ну, понимаете, это молодежь, может быть, сразу может определить. Вот, кто это там, чего это там. Ну, нет, нет, друзья. Так не годится. Не надо. Ведите себя достойно и нормально, друзья. У нас все здравомыслящие подписчики и зрители. А это, говорю, залетчиков. Я не потерплю таких провокаторов. Еще раз повторяю. Всего вам доброго. Желаю всем здоровья, счастья, мира, добра и дружбы между народами. Мира. Знаете слово такое? Знаете? Это я вот этим залетчиком. Угу. И репровокатором. Ну да, друзья, конечно, немножко на душе как-то не очень. Ну как как-то не очень? Ну как? Вы говорите, Сергей, не реагируйте. Ну как предупреждать-то надо? Предупреждать-то надо? Грозились, грозились. Вчера. Ой, Господи. Несколько человек, ну три человека, точно три или четыре человека пришлось в баню, друзья, отправить. Как навалились. Да. Ну, почти за сутки, друзья. Все. Заканчиваю. Я всю душу выложил, вы меня знаете, сказал вам, рассказал. Будем дальше продолжать с вами беседовать, друзья, новости рассказывать. До свидания. Спасибо большое за поддержку нашего канала. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк под видео. Поделитесь с друзьями в социальных сетях. Просто так поделитесь. Если не с друзьями. Где-нибудь встретились, поделились. Вот, есть такой канал. Называется Мы живем в Латвии. Вот. А меня очень много знают, друзья. Все. Как-нибудь поговорим, почему она меня очень много знает. Спасибо большое, друзья. До свидания. До следующих видео. Не только меня, нас всех. Всех нас. До свидания. До свидания.